всем привет друзья еще одно видео интересное видео что не пчеловод так сказать дом советов и дают много разных советов я даже не задумывался но когда читаешь эти журналы прежде чем подготовить какое-то видео вы знаете мне приходится про прочитать не один журнал пчеловодный сейчас все привыкли видео 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 и читать не хочется да и мне не хотелось бы читать ну я в свое время любитель был читать особенно если это по теме то я стараюсь подобрать для вас друзья более актуальные насущные темы которые дают вам более полезные вариант развития в пчеловодстве и так знаете как называется статья место побудительной подкормки дым 1960 год 12 номер журнала интересная вещь и весьма так сказать подходит к теме вот потому что когда мы дымом дымим улик то пчелы думают что пожар и набирают что набирают свой желудочек меду и тем дольше мы это дымим тем больше не называем набирают и легче нам работать и они нас не кусают и они имеют хороший запас меда вот почитаем что тут он описывает как это он действовал вместо побудительной подкормки дым ранее весной и безвзяточное время я как правило пользуются побудительной подкормкой подконку давал через день по 200 граммов сиропа или медовой сыты на семью пчел все это связано с большой затратой труда ну естественно сахар надо покупать не только трудиться и деньги затрачивает человек пятьдесят седьмом году пчелы обеспечили себя медом место побудительной подкормки я решил использовать дым то есть большой запас меда у них был известно что при окуривании пчелы набирают зобики мед часть его они усваивают а часть складывает обратно когда успокоится обильно питаясь при этом они усилий накормят матку каждой семье пускаю в леток несколько клубов дыма через день при сборке гнезд на зиму оказалось что в них было три четыре рамки открытого и печатного расплода каждая семья занимала 10 11 рамок с тех пор я применяю дым он помогает мне наращивать сильные семьи этот метод он проводил осенью обратите внимание тут написано ранее весной безвзяточная и тут он описывает что с большой большой запас меда был у пчел когда у пчел был с большой запас меда то он не прикармливал их отдавал как говорится дым вот и пчелы пытались набрать и естественно надо осенью обычно есть открытые рамки и падевый медок есть и если это ваши семьи хорошим запасом то можно использовать такой метод вот он предлагает и у него вроде бы получалось три-четыре рамки открытого и печатного расплода на зиму из каждая семья занимала 10 11 рамок ёж на пасеке в июне 1960 года с пасекой электростальской больницы московская область я выехал на взяток с гречихи неделю спустя я стал замечать что мою кладовую кавычках с продуктами по ночам навещает какой-то гость вскоре удалось выяснить что проказами занимается ёж я его поймал внес в палатку хорошо накормил и выпустил на волю после этого возле палатки я поставил миску и каждый вечер заполнял ее молоком и хлебом как правило утром миска оказывалась пустой так я подкармливал ежа до 20 августа мысль приручить его к пасеке возникла не случайно кругом было много мещей и змей буквально лишивших меня покоя как только ёж систематически стал появляться у моей палатки те и другие исчезли ёж поедает мертвых пчел у ульев являясь как бы санитаром пасеки пчеловоды приручайте ежей они наши друзья хочу добавить к этой статейки если кто-то живет в определенных условиях где много змей то хочу сказать очень простой метод как избавиться от змеи мы живем в этой местности у нас тут есть тоже уже и бывают и змеи в определенных местах как я уже говорил вот и кобры даже бывают то чтобы вам избежать этих проблем обычно про пасеки там очень удобное место для мишей и как говорится змей желательно купить нафталин знаете что такое нафталин все знают что такое нафталин разбрасываете нафталин на пасеке своей и змеи уходят от нафталина моментально и ваша пасека обеспечена чистотой и безопасностью для вас от змей и так вот такая вот информация для вас друзья еще одна статейка имеющие тоже опыт так сказать я вам прочитаю пчелиный расплод как пища этот опыт право написан журнале английском журнале биворд за 1960 год том 41 номер 5 помещена статья канадских ученых гокинга и мацумура под названием пчелиный расплод как пища в некоторых районах северной америки где применяют метод пакетного пчеловождения осенью закуривать пчелиные семьи в которых бывает от 0 25 до ну короче 250 граммов до 2 килограмма 250 граммов пчелиного расплода возникает вопрос нельзя ли использовать его для питания человека сведения об употреблении расплодов пищу встречается в литературе с давних пор по расчетам авторов трех провинциях канады от 115 тысяч пчелиных семей можно получать около 135 тонн пчелиного расплода сравнительно пищевое значение пчелиного расплода в некоторых продуктов питания дается в следующей таблице где составленные компоненты указывают в процентах от сырого веса то есть натурального продукта без его сушки и другой обработки а витамины международных единицах на 1 грамм сырого веса из этой таблицы видно что пчелиный расплод содержит много витаминов а уступая в этом отношении только жиру тресковой печени то есть почти что как жир тресковой печени и по содержанию витамина d в десятки раз превосходит рыбий жир пищу из пчелиного расплода готовили путем не сильного его поджаривания на растительном или животном масле на сливочном имеется ввиду нет тут на растительные животные на не на сливочном такое блюдо дегустировали 25 человек и большинство дало благоприятную оценку известный ученый специалист по медоносной пчеле профессор кожевников по рассказу одного из современника употреблял пищу трутневый расплод сыром виде считая его очень полезным для своего организма ну естественно тут и трутневый расплод мы знаем уже в настоящее время он употребляется то есть это идет все правильно и проблем нету естественно я пробовал пчелиный расплод на вкус он очень сладкий хороший не хуже трутневого давайте еще небольшую статечку вам прочитаю и на этом будем заканчивать посадка вербы все знают что верба это быстро растущее дерево любящие низменные влажные места древесина ее мягкая пористая легкая лишенная смолистых веществ ее можно широко применять для постройки хороших легких ульев бочкотары цветущие ранее весной верба обильный источник взятка для пчел места где растут верба на значительных массивах пчелы собирают даже товарный мед это все правильно если ваши пчелы имеют достаток семьи имеют достаточно пчелы а то они могут взять очень хороший прекрасный мед поэтому пчеловоды любители природы должны позаботиться о насаждении вербы обычно вербу размножают вегетативным способом части веток забивают или прикапывают землю и неприхотливое дерево при наличии поставленной влаги в почве растет но при такой посадке верба растет кустом ствол ее развивается относительно медленно в нем быстро появляются дупла которые резко сокращают век дерева и портят его деловые качества ссылаясь на собственный опыт рекомендую проводить посадку вербы таким способом осенью следует облюбовать места посадки скопать их с таким расчетом чтобы потом весной возле каждого деревца была разрыхлена почва на участке примерно 0 25 квадратных метров ранее весной как только оттает почва и сойдут внешние воды на местах скопанных с осени лопатой делаю ямки глубиной 15 сантиметров шириной до 20 сантиметров в каждую ямку следует загнать кол вербы предназначены для посадки так чтобы вершина кола была ниже уровня земли на 5-7 сантиметров вербовый кол быстро отпускает несколько побегов из них нужно оставить только один самый мощный все остальные осторожно обломать сейчас я вам покажу это он на на рисунке тут нарисовано весьма интересно и красиво итак друзья вот эта ямочка небольшая кол загоняет 5-7 сантиметров глубину вот и он остается открыто вот это объем от этой ямочки остается открыты когда этот рукой пускает корни и побеги в разных сторонах все побеги обламываются оставляется один и засыпается поверх побега короче посередину побега побег дальше растет растет и получается хорошая деревца вот такой совет предлагает человек посадить вербу она все знают что вербовые они дают и пыльцу и можно с них даже взять медок итак друзья до встречи до следующего видео подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы думающие люди мы все можем что-то делать если мы будем только смотреть ничего не делать успеха у нас не будет мы будем завидовать другим но если мы будем учиться и делать у вас будет удача в конце видео можно кликнуть на любое видео которое также имеет смысл и вы будете иметь успех в вашем развитии пчеловодном до встречи подписывайтесь ставьте лайки подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал